Работе, которая уже не один год проходит в рамках Выборгской епархии, но теперь с работничеством с Институтом Дженелидзе мы помогаем также развивать такие современные молодежные проекты и в рамках деятельности самого Института. Все началось еще с 1918 года, задолго до того, как весь мир сотрясли известия о пандемии, о коронавирусе, мы начали выпускать такие молодежные пособия. Они, наверное, среди информационного мира известны как православные комиксы. Это первый выпуск, который, наверное, был первым вообще в рамках всей Русской Церкви. Таких комиксов было три издано, имели название комиксы «Техника духовной безопасности». И эта техника духовной безопасности, она была посвящена основным таким направлениям вхождения в храм, касающихся таинств церковных. Также говорилось о крещении Руси и, как я уже сказал, отметил о первых шагах храма. Уже к сегодняшнему дню, а еще один комикс, посвящен был немаловажной теме – дружба. Сейчас готовится объединенный такой армонах, чтобы все выпуски могли войти в одну, такую, в одну иллюстрированную большую книгу, если можно так отметить. Что интересно, как и идея создания комиксов, так и их изготовления, легла на плечи как и наших молодых священников, так и студентов Академии художеств. То есть это сама молодежь это все изготавливала, прорисовывали. И настолько это все захватило, что известность о таком проекте нашей епархии, он вышел за пределы даже, можно сказать, и нашей страны. Его презентации прошли в ряде регионов, как России, Германии, Польше и Соединенных Штатах. Один из экземпляров, вернее, один из номеров был переведен на английский язык. Для более удобного пользования, он как раз в зарубежном мире. После этого был запущен сайт, который так и назывался, был посвящен комиксам. Этот сайт на своих страницах размещал вот эти выпуски. Для тех, кто не имел возможности увидеть, я вот могу показать, вот в таком виде они были изданы, в таких журналах. Но те, кто не имел возможности их получить или как-то найти, они на страницах сайта могли спокойно ознакомиться, познакомиться и высказать свои пожелания и какие-то предложения для будущего распространения. В 2020 году, когда мы все вошли в эпоху пандемийного такого времени, также молодежный отдел вышел с инициативой к руководству института издать такие стикеры. Уже к тому времени они стали востребованы для мессенджеров о профилактике коронавируса и жизни на карантине. Главным героем как и самих комиксов, так и стикеров является такой виртуальный священник, отец Константин, который как раз и рассказывает, как правильно соблюдать все то, что мы слышали и слышим практически каждый день. И также интересный стикер появился. Сидим дома, молимся за врачей. И на ютуб-каналах центра нашего молодежного, который располагается в поселке Колтушин, как раз это все и передавалось. Вот сейчас мы увидели небольшой ролик, посвященный тому, как немножко адаптироваться в стенах института, когда человек попадает. Ведь мы знаем, в каком состоянии привозят людей, знаем, как начинают паниковать и родственники, и ближние. И тут, конечно, во-первых, непонимание всего происходящего, во-вторых, наверное, и неинформированность. И, конечно, кажется, что врачи так плохо занимаются пациентами, что тратится много времени, они долгое время проводят в ожидании в приемном покое, но на протяжении всего времени нахождения в этом в приемном покое, ведь даже там несколько часов, о каждом человеке ведется какая-то своя работа. И вот для того, чтобы это было понятно, конечно, видимый сюжет, он всегда ложится и в сердце, и в умы. И знаю, что на сегодняшний день даже меньше таких жалобных обращений поступило по отношению времени предыдущего создания этого ролика. Это все дает возможность также и молодежи нашим участвовать в проектировании вот этого всего, и красочном оформлении. И мы рады тому, что оказываем какую-то соработническую помощь такому известному институту, как Институт, научно-исследовательский институт скорой помощи Джиеллица. Но не только на этом у нас ограничивается наше взаимодействие. Мы также работаем и в плане сотрудничества. И я, и священники некоторые наши, наши епархии, бывает, посещают институт. И я лично совсем недавно освещал некоторые помещения института, реанимацию, где люди находятся в тяжелом состоянии, и сами сотрудники по силе, плюс пациенты, родственники, чтобы помещения были освещены. Благодаря трудам Вадима Анатольевича Моноковского были прекрасно сделаны доклады на нашем ежегодном епархиальном собрании, посвященные интересной теме о роли духовенства в современном мире постмодерна. Это интересная тема, и для духовенства, и для всех нас она актуальна. Почему могут задать вопрос? Я, наверное, ожидаю, что мы как-то, вроде бы, разные направления, разные институты такие. Я хотел бы сказать, что мы делаем одно дело. Дело по спасению людей. Врач – это тот же служитель, только служитель в сфере своего образования, в сфере своего направления, но также оказывает первую помощь людям. Наверное, здесь что-то есть такое общее, как и церковь. Это тоже своего рода небольшая скорая помощь, и, может быть, потом уже не скорая, а постоянная помощь человеку, который попадает в различные жизненные обстоятельства. И мы сегодня видим не только на территории епархии, но и всей Русской Церкви, насколько вот это соработничество ведется и с медицинскими учреждениями, и с другими учреждениями социальной направленности. Поэтому будем надеяться, что наше взаимодействие и соработничество будет помогать людям вырабатывать правильный стереотип, правильное мышление, и уважать труд, и ценить медиков, которые сегодня находятся в не очень простых условиях. Спасибо большое. Спасибо.